Батревская земля в десятый раз стала местом встречи художников. На Кокелевском пленэре в течение двух недель мастера писали пейзажи, портреты и натюрморты. По итогам пленэра в художественном музее открылась выставка. На родине знаменитого художника Алексея Кокеля в селе Тарханы собрались талантливые мастера из Чебоксар, Уфы, Москвы, Казани и даже Минска. Многие из них являются постоянными участниками пленэра. Живописцы представили на выставке по две картины. Владимир Чернышев из Белоруссии приехал в Чувашу во второй раз. Одна из его работ называется «Рахманиновские звоны». Художник попытался проиллюстрировать музыкальную поэму Сергея Рахманинова «Колокола». Это как бы я проявил ее на сегодняшний день. Вот этот набат, рахманиновские звоны, они на сегодня. То есть людям надо, так сказать, объединяться и верить в красоту, в гармонию и дружить. Девушки в национальных одеждах, деревенские избы, поля, леса, церкви. Источников вдохновения в Тарханах немало. Каждый живописец в своих картинах старался показать традиции, культуру и быт местного населения. Художники разных регионов, они имеют особое свое видение на живопись, на истории искусства. На этих примерах атмосфера дружелюбия и творческой направленности она царствует. Эта атмосфера, она во всем. И в живописи, и в быту, и в общении. То есть во всем. Такие симпозиумы, они являются цементирующим, объединяющим началом для художников. Не только в соседних регионах, но и в России в Великой и в целом. Все написанные произведения получат постоянную прописку в музее имени Кокеля. Увидеть их можно в любое время. Кстати, на родине знаменитого художника планируют открыть первую в России сельскую картинную галерею, в которой будут представлены работы всех участников десяти кокельских пленеров. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Сергей Адушкин, Республика.